На сцену Марина Сыряк и Ирина Уцой. Коллеги, мы аплодисментами встречаем. Поговорим о кондитерке. Вкусная категория. И как вчера, например, тот же Виктор Петри сказал о том, что у нас там кондитерки много. Но насколько меняются потребительские поведения, насколько меняются отношения покупателей, когда или ее не хватает, или она уже стала одинаковой, или неинтересной. А у кого-то совсем четко, что только белковый крем другого не может быть. Но для того, чтобы изменения были быстрые, нужно правильно меняться. И об этом сейчас мы поговорим. Передаю слово. Спасибо, Наталья. Как у нас называется реновация? Ну, наша презентация – это реновация кондитерского направления. Давайте расскажу, с чего у нас все началось, вся наша история. В компании кондитерское производство существует больше 20 лет. И началось у нас все с таких графских развалин. И я не скажу, что это название торта. Это была такая ситуация, когда очень сильно стали падать продажи не только собственного производства тортов, но и в целом всей категории. Двузначными числами, в процентах росли списания. И, соответственно, нужно было что-то с этим делать. При этом собственное производство занимало более 50% от продаж всей категории. Когда нас съели, да, как говорится, всегда есть два выхода. И, соответственно, у нас был выход либо полностью закрыть развитие данного направления, либо все-таки что-то с этим сделать и поменять. В ДНК нашей компании лежит развитие собственного производства. И это является ключевыми категориями для наших форматов. Это наш CVP. И, соответственно, выход номер один, когда мы закрываем все на клюшку и пошли, для нас совершенно не подходил. Поэтому нужно было принять решение, что же мы будем дальше с этим делать. Мы решили вдохнуть вторую жизнь. Для того, чтобы познать, что же не так и куда наш покупатель ушел, мы, конечно же, пошли анализировать рынок. Мы постарались рассмотреть, может быть, не все, но то многое, что вокруг нас происходит. Мы посмотрели региональный сетевой ритейл. Мы обратились к специалитетам и посмотрели тот ассортимент, который они представляют на полке, как они его представляют. Мы даже обратились к домашним кондитерским и посмотрели, что же там есть. Плюс мы рассматривали в том числе не наш регион, но и обратились в соседние регионы, в передовые регионы, посмотрели, как развивается эта категория в целом. И для себя мы поняли, что у нас... У нас опять идут проблемы, Наталья. Рассказывай, как есть. Хорошо. И для себя мы поняли следующее, что в нашем ассортименте были продукты, которые есть в рамках трендов, но мы нашли очень много потенциально интересных позиций, которых у нас не присутствует. У нас существует программа лояльности, и мы собираем обратную связь от клиентов через клиентский сервис, где мы для себя поняли, какие предложения нашим покупателям будут интересны и то, чего мы сейчас на данный момент еще не представляем. Но для нас было таким вопросом... То есть есть продукты, которые на рынке, в принципе, востребованы, присутствуют у нас на полке, но покупатель почему-то, ну, скажем так, развернулся и ушел от нас. То есть мы его продолжали терять. И тут мы решили войти во вкус. Да, и мы приняли решение, конечно, поставить именно вкус во главу угла нашего кондитического направления. И, конечно же, что мы в итоге сделали? Мы пересмотрели все имеющие на тот момент рецептуры, провели полностью революцию своих существующих рецептур, и также разрабатывали новые рецептуры. И мы проводили очень много дегустаций внутри нашего центрального офиса в компании. Также мы проводили дегустации среди покупателей на торговых точках. И в итоге мы пришли к выводу, что наша продукция должна быть вкусной и максимально натуральной. Конечно же, мы, как бы, все понимаем, да, что такое натуральность для продукции. И мы тоже понимали то, что переводя наше производство на натуральность, мы, соответственно, тут удорожаем продукт. И либо это будет высокая цена на полке, либо снизит нашу маржинальность. Мы, конечно, пошли вторым путем, что привело к нам покупателей. Да, Ирина, спасибо. И после того, как мы поняли для себя, какую ассортиментную матрицу нам необходимо удовлетворить для покупателя, и составили себе тот перечень продуктов, которые необходимо разработать, после того, как был разработан вкус данного продукта, и получился очень вкусный натуральный десерт и торт, нам нужно было как-то покупателю это все донести. Что мы сделали дальше? Как у любой девушки в гардеробе есть два вида вещей. Одни нарядные для торжественных выходов, а вторые более стильные и такие современные, для того, чтобы нам существовать непосредственно в жизни. Так и для нашего продукта мы разработали две торговые марки. Одна из них называется «Крема». Это торговая марка, которая имеет более утонченные рецептуры, более изысканное оформление. Это те, ну скажем так, продукты премиум плюс качество по достаточно доступной цене для покупателя. Конечно же, мы делали большой вклад в развитие и изменение упаковочного решения, то есть продукция получилась достаточно нарядной. Кроме того, в этих трендах мы посмотрели, что есть такие категории, которых у нас нет. Это бента торты, это торты в стаканчиках. И мы также сделали разработки, вот капкейки у нас представлены на фотографии. Мы разработали рецептуры и нарядили это все в красоту. И когда видишь покупателя, который несет данную продукцию, сразу на душе складывается, что у человека какой-то праздник. И основной коммуникацией, которую несет данный бренд, является лозунг «Радуй и дари праздник». Вторым нашим брендом... У нас сегодня графские развалины на протяжении всей презентации. Вторым нашим брендом случился бренд «Во все сладкие». Это такой хулиганский достаточно бренд, который говорит о том, что можно и нужно употреблять десерты каждый день. И основным посылом данного бренда являлось то, что можно побаловать себя какой-то мелкоштучкой. Здесь представлена достаточно широкая линейка именно десертов небольшого формата. Торты здесь имеют очень вкусное наполнение, но более лаконично оформлены. И уже не такая праздничная упаковка, но все равно это очень красиво. Когда этот продукт стал фиолетовой упаковкой на полку, это просто огромное фиолетовое пятно, которое невозможно было не пройти. И плюс задачей данного бренда являлось то, что необходимо было постоянно обновлять рецептуры, то есть иметь как классическое представление, так и радовать регулярно покупателя теми новинками, которые он будет постоянно искать на полке. Каждый день во все сладкие. Вот лозунг данного бренда. Что дальше? Дальше, когда мы нашу принцессу нарядили в два прекрасных гардероба, нам необходимо было нарядить ее в прекрасную карету, посадить ее в прекрасную карету. Так как полки оставались абсолютно те же самыми, и никуда они в рамках магазина не переезжали, нам нужно было отработать полочное пространство. Мы использовали оформление полки в виде шелфтоперов, шелфтоперов, в общем, всех вот этих матершинных слов, и поработали также с тем, чтобы полочное пространство подсвечилось. То есть мы сделали внутреннюю подсветку, и продукт, когда встал на полку, он буквально-таки заиграл. То есть мимо полки с теми нарядными упаковками и, скажем так, с теми брендами, которые мы сделали, там мимо полки было, просто не пройти. Также мы точечно до сих пор делаем такие эксперименты в виде аромамаркетинга, в виде прожекторного освещения. В общем, пока здесь не могу сказать еще, какие результаты, но мы в том числе пользуемся разными механиками поддержки именно уже в торговой точке. Ну и, конечно же, промоушен – это те стандартные виды поддержки, которые присутствуют для поддержания бренда. У нас есть внутреннее радио, и в рамках этого радио мы регулярно рассказываем покупателям о том, что у нас появился такой продукт, о том, что у нас присутствуют новинки, о том, что мы обновили рецептуры и просим наших покупателей откликнуться и попробовать. Кроме того, как я говорила, крема – это такой праздничный достаточно бренд, и в рамках того, что постоянно происходит смена праздников, также наша красавица крема постоянно переодевается. То есть наши кондитера регулярно готовят новое оформление. Мы под каждый и праздник, и гендер меняем внешнее оформление. У нас бывает даже, что мы меняем коробочное оформление. То есть внешнюю упаковку у нас также можно выделить особенно ярко, либо она идет крафтовая. И вот эти изменения, покупатель на них очень сильно откликается. Ну и в том числе мы проводим дегустации оффлайн и онлайн. Расскажи, Ира, подробнее. Да, отдельно хочу отметить работу с обратной связью, ну, с покупателями. Обратные связи с покупателями. Мы еженедельно проводим обратную связь с покупателями в виде опроса. То есть где критериями являются вкус, внешний вид, также желание купить, повторить покупку. Также у покупателя есть возможность оставить отзыв, что бы он хотел изменить, что бы он хотел видеть в нашем продукте дополнительно. Мы очень тщательно прорабатываем всю обратную связь от покупателя с их пожеланиями. То есть это для нас очень важно, удовлетворить покупателя. Ну да, вот как Ира сказала, что есть некий график. В рамках графика у нас идут и смс-рассылки, и через мобильное приложение. То есть мы очень активно используем нашу программу лояльности для того, чтобы собирать обратную связь и быть более лучшим. Хотела бы вместе порадоваться за то, что у нас получилось в рамках этого года. Рост доли категории внутри продаж общего, там, РТО, составил у нас плюс 23%. Опять съехавшая презентация, но там цифры видно. Лайк у нас вырос более 30% и лайк роста клиентов составил более 20%. Ну и вдобавок ко всему хочу вам сказать, что мы за короткий период времени создали продукт, за которым наш покупатель просто охотится на торговых точках. И все это почему? Потому что наша данная продукция, даже кусочек маленького счастья этого пирожного, работает как машина времени. Он вас просто уносит в такое, в далекие моменты детства, когда каждая там мама или бабушка достает орешницу, варит сгущенку. А вы так терпеливо ждете, когда попробовать этот первый, снять пробу первого орешка, и этот орешек для вас на тот момент был самым вкусным, и он такой же самый вкусный и получился у нас. Поэтому, ну, чтобы не быть многословным, я хочу вас просто пригласить. Мы привезли для вас орешки из Красноярска, те самые орешки, и будем очень рады с вами отправиться в те моменты прошлого, в те самые приятные впечатления, которые у вас были с детства. Пожалуйста, приглашаем, вы можете попробовать это орешки. Как раз после того, как у нас еще состоится выступление, и мы попробуем. Честно, я уже присоединилась, мне это точно понравилось, я любила всегда и люблю орешки. Так что у вас будет эта возможность. Мы еще не закончили. Что было дальше? Дальше на вот том пике, которым уже неслась не карета, а там ламборджини с нашей принцессой в красивых платьях, мы на вот этом повороте, когда в два раза, ну, там, практически выросли наши продажи и производительность, мы больно ударились головой и уперлись в тот самый потолок производственных возможностей, который у нас присутствовал. И отсюда потекли следующие проблемы. Мы не могли представлять новинки для наших покупателей. Мы даже ушли в то, что нам приходилось постоянно сокращать ассортиментное предложение, потому что просто физически не могли вывозить. У нас там те программы поддержки промо, которые мы запланировали, просто это все происходило в рамках года и настолько это, ну, там, быстро и динамично развивалось, что нам пришлось даже отменить все вот регулярные промо-поддержки, которые мы запланировали и расписали на этот год, на тот год. Плюс мы, когда думали это все развивать, у нас есть дискаунтер в Атон, где также хотели развивать эту категорию. Тут же мы эту всю программу свернули, ну, так сказать, временно закрыли лавочку и как бы имели такие ограничения. И не покрывали мы полностью нашу сеть, хотя потребность в этом присутствовала. Что же было дальше? Очень важно, и когда мы только увидели, насколько высоко идет рост развития данной категории, нам важно было на вот этом пике сохранить то, что у нас получается. И мы где-то там с лета защитили, написали, защитили проект. В рамках этого проекта у нас наша прекрасная зоушка, которая уже не помещалась в однокомнатную квартиру в центре, получила возможность жить в загородном доме. Да, как сказала Марина. И для того, чтобы нам не потерять покупателя и темп развития нашего кондитерского направления, мы приступили к планированию кондитерского производства и спроектировали второй кондитерский цех. Ну, с учетом наших задач и задела на будущее, мы сразу разделили ассортимент по двум кондитерским цехам. То есть мы определили, что первый кондитерский цех у нас будет производить мелкоштучные изделия. А на второй кондитерский цех мы оставили производство пластовых и круглых тортов. Мы сразу, когда проектировали второй кондитерский цех, мы учитывали процессы бережливого производства. И, соответственно, все процессы и подходы в втором кондитерском цехе мы составляли как вход сырья, упаковки, хранение сырья, все производственные процессы, хранение готовой продукции и выход с готовой продукции в логистическую линейку. То есть все соблюдали все потоки? Мы соблюдали все процессы, мы соблюдали. Поэтому и вот в такой короткий, соответственно, срок мы спланировали, да, мы запустили, оборудовали и запустили кондитерский цех уже в тестовом режиме в декабре 2023 года. Да, то есть у нас постройка цеха произошла буквально там и оснащение в течение трех месяцев. То есть в июле прошла защита и к декабрю месяцу мы уже запустили второй кондитерский цех. Официально у нас открытие произошло 1 февраля 2024 года. Для нашей компании это было очень важным событием и гордостью всего нашего коллектива, не только собственного производства, но и всей нашей компании. Мы пригласили на открытие как местные средства массовой информации, так и блогеров. Они у нас активно украшали торты, потом обо всем этом рассказывали в новостных передачах и по радио. В общем, для нас это было таким достаточно грандиозным событием. У нас опять случились проблемы. Так как мы запускались в конце прошлого года, это было технически в декабре, все прекрасно понимают череду праздников, которая была дальше взвалена на плечи кондитерского направления. И Новый год, Рождество, 14, 23, 8 марта и в Пасху уходящие в 1 июня. В общем, вот эта череда прекрасных событий наложилась таким образом, что нам необходимо было не потерять тех производственных, скажем так, продаж, которые мы уже имели. И нам просто не хватало достаточно даже времени, чтобы подготовиться к гендерам. Мы в запыхах один за другим гендером готовили в виде отработки дизайнов, потому что наша крема постоянно переобувается, переодевается. И у нас были даже такие проблемы, что мы сами боялись и не верили в цифры, что на Новый год мы в том году продали так, а сейчас продадим вот так, и даже вот так все равно не хватило. То есть у нас люди буквально так и сметали всю нашу продукцию, точки писали, продуктов нет, куда могли поставляли, куда могли уже не поставляли. Это была такая проблема, которая у нас была на этапе запуска. Из таких решений сейчас мы для себя видим, конечно же, заблаговременную подготовку ко всем гендерным праздникам. То есть готов сани летом – это вот ровно про нас, что уже сейчас пора готовиться к Новому году. Также сложность дизайна говорит о том, что вот в этот короткий промежуток, как мы его накладывали, да, там кучу гендеров, крема у нас очень красивая, и сложность дизайна, она действительно сыграла роль в том, что люди просто с утра до ночи, три часа спавшие, они приходили и постоянно занимались этим оформлением. По сложности мы для себя также находим решение, что своевременная подготовка и использование технологического оборудования позволит нам этот дизайн для себя решить проблему гендерам следующим быстрее. Ну, а также, конечно же, мы здесь столкнулись с проблемой логистики, так как у нас доверительная приемка на торговых точках, наши красивые тортики редко приходили на торговые точки уже не в качественном внешнем виду. Мы проанализировали все вот эти вот, да, то есть потери, дефекты, которые там в связи с транспортной нагрузкой приходили на торговые точки, и для нас он составил не до одного процента, а у нас мы просто это оставили как бы как часть, соответственно, наших, да, и, да, товарного, у нас всегда есть товарный запас на складах, где мы можем заменить данный продукт, чтобы не потерять продажи. А доля списания, ну, всегда закладывается, и мы укладывали эти доли списания. Ну, также, конечно же, как и все производственники, да, мы сталкиваемся с проблемами квалифицированных кадров, и мы обучаем, обучали и обучаем по сей день новичков с нулевым стажем на местах. Соответственно, эти процессы, все обучения на всех этапах процесса занимают очень много времени. Мы на сегодняшний день, а у нас в кондитерском цехе этого не было, но в пекарнях это уже давно прорабатывается, система дистанционного обучения. Мы все производственные процессы, все этапы зафиксировали, сняли в СДО и прогружаем... Система дистанционного обучения. Да, да, система дистанционного обучения. То есть мы прогрузили каждому сотруднику для того, чтобы у каждого сотрудника всегда у себя в мобильном телефоне была подсказка, и он может в любое время посмотреть, еще раз обучиться, да, всему и вспомнить то, что, как бы, чему его обучали. Также, конечно же, у нас, так как мы очень сильно растем, да, там, можно сказать, геометрическая прогрессия росли в 2023 году, на сегодняшний день мы ищем решение, технологическое решение автоматизировать процессы для того, чтобы, то есть, идти, соответственно, с потребностью покупателя. Ну и еще одна из таких, скажем так, проблем, которые мы сейчас видим, как я говорила, мы не покрываем полностью все торговые точки, а продукт у нас достаточно натуральный, имеет не более пяти дней срока годности. Соответственно, на эти удаленные торговые точки мы сейчас думаем, каким образом нам наложить масштабирование. Пока этот вопрос у нас находится в работе, ну, я вам, к сожалению, не готова сказать, что мы будем делать дальше, но мысли есть. Вот, что же в итоге из достижений хочу, там, сказать. Самое, конечно же, важное и ключевое – это то, что мы подобрали обалденную команду, там, не побоюсь этого слова, каждый профессионально и ежедневно вкладывает свой труд в то, чтобы это направление развивалось, и там, всем, конечно же, хочу сказать большое спасибо. И все это видно в том отклике, который получил покупатель. То есть покупатель наш продукт увидел, он его попробовал, он за ним идет, и мы регулярно получаем обратную связь, она идет большим потоком положительной вот этой благодарности, в просьбе, а можно нам еще вот в этот магазин, там, где-то далеко привезти этот продукт, ну, куда мы пока не можем везти. И покупателям нравятся вкусы, и действительно, там, это очень приятно, и мы видим, что этот проект получил хорошие результаты. И как спойлер, там, как завелось уже в прошлом году, и хотим считать это доброй традицией, в следующем году мы бы хотели приехать с кейсом кулинария. Добавить, что по конецкому направлению, который мы и так очень, прям, в геометрической прогрессии шли вперед, это на сегодняшний день это только первые шаги в направлении конецкого производства, и здесь я вижу очень огромный потенциал, где мы будем развивать, и будем все возможные варианты использовать для того, чтобы и в дальние регионы мы могли доставлять нашу вкусную продукцию. Все, спасибо большое, коллеги. Спасибо огромное. Бурные аплодисменты. Я рада, что презентация состояла. Продолжение следует...